МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Формирование комитетов и возможная кандидатура на пост председателя состоялось в заседании Городской думы. На передовой в борьбе с ковид-19, как работают врачи в период пандемии. Вместо комнат-квартиры общежитие на Менделеево-54 стало многоквартирным домом. Далее расскажем обо всем подробно. Формирование комитетов, выдвижение кандидатуры на пост председателя Городской думы, изменение в программу приватизации муниципального имущества, корректировка бюджета. Эти вопросы обсудили на очередной думской сессии 16 октября. Еще одним пунктом повестки значилось обращение к губернатору насчет увеличения тарифов. Но эту тему пришлось отложить. Подробности далее. Вопрос об обращении к губернатору с инициативой установить предельный индекс роста тарифов, превышающий индекс по области, перенесли на вторник, 20 октября. С таким предложением выступил Евгений Михеев. Накануне на заседании фракции «Единая Россия» депутаты не смогли прийти к единому решению. Дебаты по третьему вопросу, касающейся установления предельного индекса, превышающего индекс по Нижегородской области, нам увеличено более отклонение. Были действительно очень бурные дебаты. Более двух часов мы совещались, и у фракции не сложилось единого решения. В связи с этим фракция решила перенести данный вопрос до прояснения дополнительных обстоятельств, после которых мы могли прилижать консолидированные единые решения. Решения по этому вопросу должны направить до 20 октября включительно. Также депутаты обсудили формирование думских комитетов, которые будут подробно разбирать вопросы той или иной сферы жизни города. Предлагалось от двух до пяти комитетов. В итоге остановились на четырех. Это планово-бюджетный, по экономике, промышленности и развитию предпринимательства, по городскому хозяйству и градостроительству, по социальным вопросам. Также народные избранники проголосовали за трех кандидатов, которые будут входить в состав комиссии по выбору главы города. В фракции «Единая Россия» были выдвинули три кандидатуры по алфавиту. Это Михеев Евгений Михайлович, являясь начальником отдела подбора и комплектования персонала. Старый Немчинов Андрей Сергеевич, он является главным специалистом отдела по взаимодействию с органами государственной власти, с местом правления, и старостная Ирина Николаевна, и директор департамента социальной политики. Председателям Думы предложили назначить Антона Ульянова. Напомним, вопрос с выбором представителей властных структур решится в начале ноября. Новая коронавирусная инфекция заставила все человечество вспомнить, насколько важна профессия врача. Ежедневно эти люди рискуют жизнями, находясь на передовой борьбе с COVID-19. О том, как изменился рабочий день врачей и какие меры предпринимают, чтобы минимизировать риски распространения вируса, расскажем далее. Пока мы помогаем уменьшить распространение коронавируса, соблюдая простейшие меры предосторожности, врачи сражаются с инфекцией на передовой. Рабочая нагрузка у них выросла колоссально. В первую очередь нагрузка пала на участковых терапевтов, участковых медицинских сестер, медсестер процедурных, которые занимаются забором мазков на дому. Поскольку большую часть помощи нужно оказывать на дому, то, безусловно, это требует большой самоотдачи от всех сотрудников. В поликлинике приняты максимальные меры предосторожности. Это заметно еще с порога. На входе медработники с помощью бесконтактного термометра измеряют температуру. На всех этажах установлены рециркуляторы воздуха, которые допускают присутствие людей в помещении во время обеззараживания. Все поверхности обрабатываются ДЭС-средствами каждые два часа. Работа учреждения организована так, чтобы потоки пациентов с признаками ОРВИ не пересекались с остальными. Центральный вход предназначен для пациентов без признаков вирусных заболеваний, которые посещают поликлинику по какой-то другой причине. Если пациенты ощущают некое недомогание, которое может быть расценено, так как признаки вирусной инфекции, и они вдруг не вызвали врача на дом, а пришли в поликлинику, для них организован вход со стороны инфекционного блока. Это со стороны Зернова 68 здания. Там ведет прием врач по оказанию неотложной помощи, который работает с 7 утра до 7 вечера без предварительной записи и может принять этих пациентов. И третий вход боковой со стороны Симашка, дома Симашка 4, отдельный вход, который мы организовали для пациенток женской консультации, которых мы тоже, безусловно, оберегаем. В поликлинике принимают все меры, чтобы минимизировать риски, и даже некоторые услуги оказывают теперь дистанционно. Среди наших пациентов очень много федеральных и региональных льготников, то есть лиц, которые получают льготные лекарственные средства по специальным рецептам. Раньше эти пациенты ежемесячно должны были прийти на прием к врачу, и чтобы выписать лекарства. Во-первых, сейчас разрешено выписывать эти лекарства сразу же на более длительный срок, чем месяц, на два, на три месяца в ряде случаев, некоторые все-таки на месяц. Но пациенты могут обратиться за выпиской этих лекарств дистанционно по телефону. Участковые терапевты теперь выполняют не только привычную работу, но еще и дистанционно через телефонные звонки контролируют состояние здоровья людей, находящихся на карантине, и в составе специальной бригады выезжают на дом, чтобы оказать помощь больным коронавирусной инфекцией. Вся помощь коронавирусным пациентам, а также контактным с ними лицами, от первого до последнего дня оказывается исключительно на дому. Врач их осматривает на дому, маски забираются на дому. При необходимости контрольных анализов это делается или КГ, или еще каких-то манипуляций делается на дому. Если пациенту в связи с изменением его состояния требуется проведение компьютерной томографии для исключения пневмонии ковидной, то врач организует выезд специальной бригады скорой помощи, которую пациента забирают из дома, отвозит на компьютерную томографию и возвращает обратно, с тем, чтобы он ни с кем больше не контактировал. Эти ребята тоже на боевом посту 24 на 7. Медики станции скорой помощи готовы приехать на вызов и днем, и ночью. В пик пандемии врачи скорой помощи работали сутками. Сейчас смена длится 12 часов. При этом за сутки одна бригада может отправиться на вызов около 20 раз. Несчастные случаи, ДТП, заболевания сердца, травмы. Но больше всего вызовов, конечно, связано с вирусной инфекцией. Как признаются врачи, некоторые вызывают скорую не столько из-за плохого самочувствия, сколько из-за страха, что у них может быть коронавирус. Сложно объяснить людям, что они должны соблюдать спокойствие. Чувство страха, появившееся, с ним нам бороться очень сложно, потому что объяснить людям не получается. А когда приезжаем на вызов, то оказывается, ничего страшного и нет. Обычное течение, даже легкое иногда течение. Сейчас, в период пандемии, работу сотрудников скорой помощи невозможно недооценить. Они ежедневно контактируют с людьми, зараженными COVID-19. Поэтому меры предосторожности у бригад скорой помощи серьезные. Они одеваются в сменные халаты. После каждого вызова, обслуженного по вирусной инфекции, халат с сотрудника снимается. Меняется маска, меняются перчатки, меняется головной убор. То есть сотрудники защищают себя и защищают жителей города, тех, кому они поехали на следующий вызов. Здесь мы подвергаем дезинфекции всю нашу одежду. Та, которая должна обрабатываться в стирке, она уходит в прачечную. Там дополнительно еще обработка идет. Недостатков в средствах спецзащиты нет. Руководство внимательно следит за этим. К тому же, большую поддержку оказывает Федеральный ядерный центр ВНЕФ. Отделению скорой помощи они помогли приобрести многоразовую амуницию. Борьба с распространением коронавируса длится уже более полугода. И за это время ни один врач даже не подумал отказаться от своей работы. Все, что они просят, это сохранять спокойствие, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. На осенние каникулы школьников отпустят раньше намеченного срока. Это связано с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем инстаграм. В Сарове на карантине по коронавирусу находятся пять классов. О переносе сроков каникулы объявил заместитель главы администрации на заседании Думы. По согласованию с ним просвещения принято решение увеличить каникулы до 16 дней и с 19 числа начать каникулярный период с переходом учителей на дистанционный режим взаимодействия со школьниками. Каникулы продлятся по 3 ноября включительно. 4 ноября – выходной день. С 5 ноября возможен перевод некоторых классов на дистанционный режим обучения. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школы и поставщиков продуктов в них для контроля качества питания учеников младших классов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, размещенным на сайте Кремля. Ответственной за проведение проверок назначена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Путин поручил ей предоставить первый доклад до 15 ноября. А в дальнейшем обязал отчитываться ежеквартально. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россиян предупреждают о новом способе мошенничества. Преступники звонят клиентам банка и сообщают, что в отношении сотрудников организации проводятся следственные действия. После этого под видом представители прокуратуры не убеждают клиентов перевести деньги на специальный счет, который на самом деле принадлежит мошенникам. Полиция и служба безопасности банков просят владельцев карт быть бдительными и не сообщать информацию неизвестным лицам. С 16 октября и до особого распоряжения в Сарове приостанавливается прием в операционном зале налоговой инспекции. Решение приняли из-за сложной эпидемиологической обстановки. Вместе с этим работа в подведомственных территориально обособленных рабочих местах будет продолжаться в штатном режиме. Прием бумажной корреспонденции от заявителей будет осуществляться через специальный бокс, установленный перед входом в операционный зал. Для удобства налогоплательщиков на конвертах рекомендуют оставлять номер телефона для оперативного решения вопросов. Воспитанники медиастудии «Фристайл» детской школы искусств номер 2 стали победителями седьмого открытого фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль». В конкурсной номинации «Нам в мире до всего есть дело» они представили короткометражный фильм «Ночь исцеления». Всего в шорт-лист конкурсной программы фестиваля вошел 141 фильм. Было общежитие, теперь многоквартирный дом. Здание на улице Менделею 54 реконструировали. После перепланировки и капитального ремонта новоселов ждут 10 двухкомнатных и 20 однокомнатных квартир. Ключи очередникам вручат до конца этого года. Подробности смотрите в следующем репортаже. С улыбкой Чельчельдеевы входят в новый дом. Комнату в общежитии им поменяли на квартиру в 33 квадратных метра. Отдельное жилье семья хотела очень давно. Теперь мама с трепетом продумывает интерьер, а дети радуются пространству для игр. Сейчас ждем, что добро от администрации. Ждем, чтобы нам дали ключи, документы. Сделать в темном тонах комнату. Вид мне очень нравится. Очень второй этаж низко, невысоко. Реконструкцию общежития на Менделеево 54 проводили специалисты АОТСК. После перепланировки и капитального ремонта дома строители сдали 20 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. На все квартиры получено согласие на получение. По однокомнатным квартирам мы дошли до очередника, состоящего на учете, с февраля 99-го года. Вы не поверите. Для нас это очень большой эффект. В свою очередь, те, кто переедет в новое здание, освободят места в общежитиях и маневренном фонде. По подсчетам Комитета управления муниципальным имуществом, долгожданные комнаты и квартиры до Нового года получат около 40 семей. После того, как новоселы въедут в квартиры и уладят юридические вопросы с администрацией, чиновники будут принимать решение о продолжении практики с реконструкцией жилья. Бородинский, Дарницкий, Пшеничный с отрубями. Эти виды хлеба, пожалуй, знает каждый. В Международный день хлеба, который отмечается 16 октября, наша съемочная группа побывала в пекарне Сдобушка. Сотрудники рассказали об этапах производства и открыли секреты своей профессии. Хлеб – неотъемлемый продукт в каждом доме. По статистике, за всю жизнь человек съедает около 35 тысяч булок. Дрожжевой и бездрожжевой, итальянский и злаковый хлеб, классические чесночные багеты. Каких только видов не существует. В некоторых семьях есть свои уникальные рецепты, которые передаются по поколениям. В пекарне Сдобушка хлеб изготавливают по домашней технологии. Наш хлеб печется сегодня, то есть всегда свежий, с пылу, с жару. Используем только натуральные ингредиенты, никаких добавок, усилителей, улучшителей нет. Есть хлеб только на воде и на муке с добавлением соли. Вымесить, настоять и спечь. На приготовление партии одного вида хлеба уходит около трех часов. Мука, вода и закваска – основные ингредиенты. Вкус и консистенция во многом зависят от температурного режима и выдержки. Вкус очень зависит от замеса, от температуры теста, от того, сколько стоит тесто, подходит. Да, вот у нас все знают, о котором подходит тесто. От закваски, от опары. То есть, потому что разный вид и тесто есть какой-то на опаре, какой-то на закваске, какой-то на спелом тесте. В Сдобушке всегда можно найти свежий хлеб с хрустящей корочкой и аппетитным ароматом. Сотрудники ежедневно пекут пирожки и слойки, пиццу и круассаны. Совсем недавно прилавки пополнили новинками – курником, медовиком с черносливом и грецким орехом, трубочками со сгущенкой. Продукцию пекарни можно заказать на дом. Если на сегодняшний день от 500 рублей бесплатно, если заказываете на завтра от 300 рублей бесплатно, привезем все, что вы хотите из нашего ассортимента. После 19 часов выпечку можно купить на 30% дешевле. Два раза в неделю в пекарне проходит акция «Вкусняшка дня» и действует скидка на определенный товар. Что это будет, раньше всех узнают те, кто подписан на рассылку группы ВКонтакте. Горячий хлеб, свежие пирожки, пицца, пирожные печенья, праздничные торты, безе и йогуртовые постилки. Побалуйте себя и своих близких продукцией пекарни «Сдобушка». Торговый центр «Галактика», первый этаж. Телефон – плюс семь, девятьсот пятьдесят, шестьсот восемь, сорок шесть, девяносто восемь. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.